МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Сегодня в программе. Отдых и работа на пять звезд. Сегодня в Чебоксарах открылся юбилейный форум Молгород. Его все-таки закроют. Компания Сан-Инбеф объявила о закрытии новочебоксарского филиала. Познакомить с чувашским языком и культурой на фестиваль тюркских народов отправились артисты чувашского драмтеатра. База отдыха «Буревестник» уже не в первый раз начинает сезон с самого ожидаемого события лета младежного образовательного форума Молгород. С 3 по 9 июня в нем примут участие около полутора тысяч молодых людей. Сегодня состоялось официальное открытие лагеря. Молодежный форум Молгород в пятый раз распахнул свои двери. А точнее, откинул палаточный полок как для бывалых форумчан, так и для новичков. Кроме районов и городов Чувашия, а также соседних регионов, в этот раз представлены Белоруссия, Азербайджан и Молдова. Это стало возможно благодаря Россотрудничеству. Молгород впервые включен в программу федерального агентства. Правда, делегаты называть себя иностранцами отказываются. Говорят, что все мы один народ. Даже на открытие приготовили вполне интернациональный номер. Несмотря на солнце, пляж и Волгу в шаговой доступности, форум в первую очередь образовательный. И первый день был посвящен образованию и науке. Учебные заведения презентовали свои разработки на втором республиканском фестивале научно-технического творчества молодежи НТТМ Чувашия. Одним из ярких экспонатов стал гоночный автомобиль, собранный студентами Московского автодорожного института. Ребята привезли его из Москвы, чтобы продемонстрировать в первую очередь своим однокашникам из Волжского филиала. На выставке им заинтересовался и глава Чувашии. В течение пяти дней участников ждут мастер-классы и лекции, фестивали и парады культур. Каждый может не только подпитаться новыми знаниями, но и презентовать свои проекты, а возможно и найти партнеров для них. Опора, надежда, органов власти, уважаемые девушки и юноши, мы рассчитываем на вас. Вы должны верить в свои силы. От веры появляется надежда, от надежды любовь. Вот вера, надежда и любовь – это как движущая сила. Поздравляю вас с открытием «Молгород-2013». Ура! Программа форума очень разнообразна и насыщена. В пятницу, 7 июня, свой мастер-класс на «Молгороде» проведет и национальное телевидение Чувашии. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Татьяна Трофимова, Республика. А сегодня утром глава Чувашии встретился с председателем российского Красного Креста Раисой Локутцовой. Цель визита отмечает председатель знакомства с Чувашией и региональным отделением Красного Креста. На встрече с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым Раиса Локутцова поделилась впечатлениями от общения с министром здравоохранения республики. Мне очень понравилась позиция Аллы Владимировны, министра здравоохранения, которая понимает вообще роль и российского Красного Креста в целом, роль волонтеров. В ходе встречи Михаил Игнатьев и Раиса Локутцова обсудили и вопрос взаимодействия Чувашского республиканского отделения российского креста с министерствами и ведомствами по внедрению программ профилактики инфекционных заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, миграционной политики. – Отдельные люди, отдельные семьи нуждаются все равно в оказании помощи. Это тоже наши граждане Российской Федерации. Где-то что-то не получилось, где-то какая-то беда у них случилась. Поэтому мы тоже уделяем им внимание, насколько возможно. Но самое главное – внимание чисто человеческое. Если их надо где-то поддержать в сфере здравоохранения или в сфере образования, в другой сфере, надо это делать. А это укупается. И обратно добром возвращается. Красный крест и красный полумесяц на белом поле – эти символы известны всему миру. Уже почти 150 лет люди из Красного Креста помогают тем, кто попал в беду. В нашей республике первое отделение общества появилось 109 лет назад, в далеком 1904 году. Сейчас в его рядах более 500 тысяч человек. И они по-прежнему там, где нужна их помощь. Российское общество Красного Креста основал император Александр II. Он сам был почетным членом этого общества. В то время и по сей день Красный Крест оказывает помощь раненым, пострадавшим от стихийных бедствий, эпидемий, голода. Благодаря масштабам своей работы, глобальной сети региональных отделений, обширным международным связям и признанию простых граждан, Российский Красный Крест является ведущей организацией, занимающейся гуманитарной деятельностью. Волонтеры Красного Креста одними из первых откликаются на любую беду и помогают не только морально, но и материально. К примеру, жителям Крымско-Краснодарского края, пострадавшим от паводков в прошлом году, кроме машин с гуманитарной помощью, было направлено почти 1 миллиард рублей. Когда людям плохо, тогда нас узнают. И мы не ставим своей задачей, чтобы нас вот так повсеместно узнавали на улицах и так далее. Главное, что мы несем милосердие, мы несем сострадание, мы несем людям доброту, оказываем помощь. И этим горды. Министр Алла Самойлова, в свою очередь, также отметила, что волонтеры Красного Креста являются первыми помощниками государства. Без вот этой волонтерской помощи, конечно, очень сложно себе представить полную реализацию всех тех мер для нашего населения, для наших детей, для наших безнадзорных, беспризорных. Сегодня, конечно, меньше, чем было, может быть, в военное время, но все-таки они есть. Поэтому слова благодарности вашей организации, вашим добрым, теплым сердцам. В ближайшее время добрые отношения будут подтверждены и на бумаге. Трехстороннее соглашение будет подписано между администрацией региона, Российским Красным Крестом и Чувашским региональным отделением. Этот документ, он является фундаментальным документом для нашего взаимодействия. Это очень важно, потому что, когда все мирно, замечательно, когда все хорошо, но, допустим, происходит какая-то чрезвычайная ситуация, то вот это соглашение начинает действовать, потому что в нем прописаны основные моменты нашей деятельности и направления этой работы. Тут же во время заседания круглого стола отметили и труд ветеранов Красного Креста. Галина Николаева – одна из многих, кто отдал этой организации всю свою жизнь. Я с анепестанцией работала постоянно и вела эту работу. Между прочим, на добровольных – это на общественных началах. Это надо быть очень терпеливым, милосердным, добрым, отзывчивым в чужой беде. Медаль является высшей наградой организации. Но главное, что получают за свою работу волонтеры – это десятки спасенных жизней, благодарные улыбки и простое человеческое спасибо, что, несомненно, важнее любых самых дорогих наград. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Слухи о том, что научебоксарское подразделение крупнейшего в мире пивоваренного концерна «Сан-Инбеф» может закрыться, ходит уже несколько месяцев. Сегодня вице-президент компании «Сан-Инбеф» Андрей Губко сообщил о закрытии производственного научебоксарского филиала. Объемы производства компания собирается перераспределить на другие заводы. Такие радикальные меры концерн принимает из-за жестких ограничений на продажу пива и роста цен на акцизы. За последние два года пивоваренный рынок в целом потерял до 40% прибыли. И компания следует в этом направлении. Существенно изменилось регулирование пивоваренной индустрии. Были потеряны основные точки продаж, киоски в частности, которые занимают от 10 до 30% в общем объеме. Существенно увеличилась налоговая нагрузка. За последние, опять-таки, 4 года налоговая нагрузка увеличилась в 5 раз. С 3 рублей в 2009 году до 15 рублей в 2013 году. Ну и другие факторы. Это и запрет рекламы, это и дополнительный документооборот. Пивовары Сан-НБФ и власти Чувашии пытались найти совместное приемлемое решение для выхода из сложившейся ситуации. Но, к сожалению, ключевое влияние на отрасль сегодня оказывают законы и ограничения, принимаемые на федеральном уровне. В Сан-НБФ заверили, что дальнейшее социально-экономическое сотрудничество в Чувашии будет продолжено. Я бы хотел в данном случае однозначно поблагодарить правительство Чувашской республики за ту поддержку, которую они нам оказывали и до сих пор пытаются оказывать в контексте поддержки нашего бизнеса, как перед лицом федеральных властей, так и на местном уровне. Но, к сожалению, мы понимаем, что на местном уровне всех вопросов решить невозможно, поскольку проблема кроется исключительно в федеральном регулировании. Представители компании заверили, речь о продаже завода в Новочебоксарске не идет. Производство просто замораживается. Мы предпринимаем все возможные меры для того, чтобы персонал, скажем так, наименее безболезненно, наиболее безболезненно прошел сокращение. Мы работаем с местными властями для того, чтобы трудоустроить как можно больше людей. Всех остальных компаний либо попытаются сама трудоустроить внутри компании, опять-таки это, наверное, 10-15 человек компания уже ведет переговоры с этими работниками для того, чтобы их перевести в другие регионы, либо оставить в этом регионе, но переквалифицировать их из производства в логистику или в продажи. Впрочем, сегодня на встрече с журналистами полпредпрезидента ВПФО Михаил Бабич сообщил, что спасать завод – не задача региональных властей. Данила Фатагирова, Александр Петров, Республика. В Минэкономразвитии Республики такому стечению обстоятельств не удивлены. Отмечают, такой негативный сценарий рассматривался к закрытию научебоксарского филиала «Сан-Инбев». Были готовы все стороны. Законодательные ограничения пивоваренной отрасли усиливаются не только в Республике, в стране в целом. Запрет рекламы пива и его продажи в нестационарных торговых точках, увеличивающаяся налоговая нагрузка, рано или поздно приводит к неизбежному падению рынка. Для нас это, безусловно, потеря налога НДФЛ и акцизов для бюджета Чувашской Республики, объема промышленного производства. Безусловно, с точки зрения рабочих мест будем вместе с компанией стараться их создавать, новые рабочие места. Когда происходят такие моменты, то, во-первых, служба занятости, безусловно, готова. Здесь со стороны предприятий, конечно, никаких нарушений трудового законодательства не будет. Мы со своей стороны, как Министерство экономического развития, можем предложить, может быть, тем квалифицированным работникам, которые хотят открыть свой бизнес. Сегодня в Цивильском районе на песчаном карьере погибли двое мужчин. В общем, трагедия случилась около четырех часов вечера. С подробностями старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии Олег Дмитриев. Шесть сельчан прибыли во враг неподалеку от деревни Третьего Романкосы Цивильского района, где в основании его вертикального склона высотой около 8 метров стали добывать песок. Грунт просел, и земля вместе с песком завалила двух мужчин 1951 и 1956 годов рождения. Четверо других сельчан сразу бросились им на помощь, однако мужчины уже не подавали признаков жизни. От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия. По данному факту, Цивильским районным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. По предварительным данным, сельчане не раз использовали указанный открытый участок местности для добычи песка для своих хозяйственных нужд. В стоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. К другим новостям. Фонд ЖКХ принял отчеты Чувашской республики об устранении выявленных нарушений по программам капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2012 года. Напомню, что Чувашия была приостановлена финансовая поддержка. Такое решение правление госкорпорации приняло в связи с тем, что в срок до 1 января 2013 года не была завершена региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. На реализацию этой программы в 2012 году была предоставлена финансовая поддержка из средств фонда. Такая же ситуация сложилась с программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На сегодня в республике устранили нарушения, выявленные фондом содействия реформированию ЖКХ. Рассмотрев предоставленные документы, правление фонда признало программы по капитальному ремонту многоквартирных домов 2012 года и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Чувашия выполненными. Финансовая поддержка региону за счет средств фонда ЖКХ будет возобновлена. Третий класс пожарной опасности установился в лесах Чувашия. На всей территории республики ведется мониторинг пожарной обстановки. Лесные инспекторы проверяют места отдыха горожан. Кроме этого организовано и авиапатрулирование. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов Чувашия. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания курочных материалов выполнено на площади 210 гектаров. Выполнено 100%. Устройство мест отдыха, беседки для жителей всей республики всего 410 беседок. Мы их установили вдоль федеральных и республиканских дорог. Подготовка установок противопожарных шлагов всего 866 штук. Выполнено 100%. В строительстве и реконструкции дорог предназначены для охраны лесовых пожаров. Планируется завершить в третьем квартале 2013 года. Объем средств и мероприятий по охране защиты лесов от пожаров за счет всех источников финансирования в 2013 году составляет 24 миллиона 500 тысяч рублей. У кого самые ровные строчки и аккуратные швы? Лучшую швию выбирали в конкурсе профессионального мастерства. Он проходил на чулочной трикотажной фабрике города Чебоксара. Олеся Русакова с подробностями. Десять минут на настрой перед конкурсом и переведение рабочего места в порядок. Все правила техники безопасности соблюдены. Можно начинать. Для 60 участниц провели два соревновательных этапа. Теоретический и практический. На практическом задании у швейных дел мастериц иголки, нитки и, конечно, машинка. Коллектив чисто женский. Возраст и стаж значения не имеют. Жюри учитывает все. Нормы выработки, качество, скорость работы, а также соблюдение техники безопасности. Задания, как считают сами конкурсантки, несложные. Но они стараются. Есть для чего. За сегодняшнее участие каждый участник получит денежное вознаграждение. Независимо от того, займет он какое-то место или нет. Когда будут подведены итоги на каждой бригаде, сегодня участвуют четыре бригады, будет три победителя. За первое место будет денежное вознаграждение, за второе, за третье призовой фонд уже рассчитан. Конкурс профмастерства на чулочно-трикотажной фабрике проводится не первый год. Он призван выявить лучших из лучших. Призы достанутся самым достойным. Такие конкурсы нужны, конечно, людям. Ведь обычная работа – это рутина. Когда такой праздник, праздник труда, когда будут чествовать победители, это, конечно, важно. Это повышает их самооценку. Это дает возможность нам выделить каких-то лучших по профессии. На чулочно-трикотажной фабрике сейчас работают 11 бригад швей. Зарплата достойная. Все довольны. Она зависит от выработки, и это значит, что чем больше изделий сшито, тем большую зарплату получишь. К вниманию со стороны прессы эти женщины не привыкли. Они простые труженицы и одни из лучших швей республики. В школе у нас, получается, была практика именно на швейе. И я решила пойти сюда на фабрику. Мне нравится. Я довольна своей профессией. Проигравших в конкурсе уверены как организаторы, так и участники не бывает. Победители, держа марку, передают свои знания и мастерство менее опытным коллегам. Набравшие меньшее количество баллов стремятся к победе. В конечном итоге выигрывает и сама фабрика. Ведь высококвалифицированные кадры – залог успешной работы и дальнейшего ее процветания. Олесь Русакова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня основная творческая группа Чувашского драмтеатра выехала в город Казань. Там с 3 по 7 июня проходит Международный театральный фестиваль тюркских народов «Наурус». Он проводится один раз в два года артисты Чувашского драмтеатра – постоянные участники этого фестиваля. Чувашскую делегацию возглавил народный артист Республики Геннадий Медведев. По словам артистов, для них большая честь выступать на фестивале тюркских народов. В прошлые годы труппы театра занимала и призовые места. А сейчас для них важнее общение с другими артистами, со зрителем, представителями других национальностей. И говорят, хотелось бы заинтересовать людей чувашским языком и культурой. Наша постановка называется «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды. Это у нас новый спектакль, мы его один сезон только играли сейчас. И надеемся, что мы тоже покажем свое искусство и к нам тоже придут поинтересоваться Чувашским театром. Жители и гости Казани смогут посмотреть спектакль «Баба Шанель» на чувашском языке 5 июня на сцене Татарского театра драмы и комедии имени Кинчурина. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Прошедшие выходные многим россиянам запомнились яркими воздушными шарами, веселыми аттракционами и счастливым детским смехом. Страна отметила День защиты детей детская программа национального телевидения «Бухты-Барахты» тоже устроила настоящий праздник для детей и их родителей. Сделать мероприятие более красочным и интересным помогли кинотеатр «Мир Луксор» и детский журнал «Ягаза». Дети и родители не просто пришли поучаствовать в конкурсах, они стали героями нового выпуска программы «Бухты-Барахты». Хотя утро было уже и не ранее, но сначала пришлось будить главного героя передачи – дядюшку Буха. Ребята знают, больше всего на свете «Бух» любит спать. Ой, здравствуйте, дети! Девчонки-бальчишки! Дядюшка Бух, я живой! И, скажите, это мой... Так, стоп! Это не мой дом! Маша, куда я попал? А потом как всех замотала, замотала, размотала на всякие конкурсы и игры. Папа превратились в коня Тагадымского, девочки в Змей Горыныча, и началась то ли сказка, то ли быль. С мимо пролетал Змей Горыныч. Увидел он прекрасную деву, схватил ее и утащил к себе в пещеру. 1 июня отмечали не только День защиты детей. Начались еще и летние каникулы. Самое время для путешествий. В чем же лучше ходить в походы и ездить в разные страны? Ответить на этот вопрос ведущие решили, поставив эксперимент. Ребятам выдали самую разную обувь и панамки из журнала «Ягаза». Внимание! Марш! Руки, руки убрали от журнала, от журнала руки убрали. У нас есть явный лидер детских сандаликов. Оказалось, что лучшая обувь для путешествий – это детские сандалики. Еще одно необычное открытие – праздничный салют можно организовать самостоятельно. Было бы хорошее настроение. Вова, спичка, пошел! Какой же праздник без подарков? Детей пришла поздравить председатель женсовета города Ирина Клементьева. Я рада, что сегодня вас всех тут собрали. Вы попадете на телевизионный экран. Для вас я приготовила призы. Я надеюсь, участвую и соревнуясь, вы получите эти призы. И, в общем-то, вам будет приятно сегодня отметить этот праздник. Поэтому держайте, стремитесь, будьте успешными. С праздником! С Днем защиты детей! Вот такие талантливые и артистичные ребята живут в нашем городе. Без подготовки смогли стать героями программы. Увидеть себя на экране участники праздника смогут 14 июня в ближайшем выпуске передачи «Бухты-барахты». Татьяна Трофимова, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. На этом у меня все новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин